Друзья, приветствую вас на очередном шоппинг-влоге из Massimo Duty. По понедельникам, как вы знаете уже, кто на меня подписан, кто смотрит вложики не первый раз, знает, что выход шоппинг-влогов строго по расписанию, по понедельникам у нас Massimo Duty. Так что никуда не отклоняемся, идем по графику, смотрим новую коллекцию. Вот новый какой-то кардиганчик пришел, юбочка теплая есть в белом цвете. Все смотрим, снимаем, интересное примеряем и готовим виш-лист к Черной пятнице. Вот такая вот цель, на скидках что-то стоящее потом купить. Надо пересмотреть, потом будет вложики или, не знаю, какой-то смонтировать один влог, удачных примерок, прям, которые по комментариям, образы понравились больше всего, может быть, скомпоновать, смонтировать в один вложик. Не знаю, пишите в комментариях, нужно ли смонтировать такой влог из-за удачных примерок, которые самые наибольше понравились вам. Потом виш-лист составим и вместе будем покупочки совершать. Так, сапожки, вот кажется, я их примеряла, эти сапоги, вот они вот не очень на меня сели. Мне вот нужны были, вот как в заре я примеряла, прямые. Жакейские Челси симпатичные. С такой не грубой подошвой, а такой вот минималистичный. Ну, конечно, новинки сложно будет найти нам. Но все, что новенькое, обязательно я вам покажу. Посмотрим это все вместе, жакетик вот есть. А, меня просила подписчица примерить дубленки длинные. Не ту, которую я в тот раз примеряла. Коротенькая такая, знаете, только на машине ездить с паркинга на паркинг. Так, вот пальто решила, это, не знаю, это не пальто, но такая ткань без подкладки. Какая-то курточка. Можно пальто такое легкое. Наверное, на европейскую осень больше. У нас на раннюю осень. И на позднюю весну такое, наверное, жакетик можно надеть. Сегодня я вот в сапожках новых, попозже о них расскажу. Так, вот у нас еще есть двойка такая. Кстати, в прошлый раз ее не примерила. Кардиган и юбка. Требетажная, комплектик. Ну вот, дубленки, кстати, к сожалению, в этом магазине их не было. Я не знаю, возможно, их вообще не завезли нам. Следующий лог в другом магазине буду в Меге снимать. Может, туда завезли. Не знаю, не нашла их, в общем. Всегда старалась обходить весь магазин, смотреть, находить. Вы же сами понимаете, новиночки нужно находить. Вот брючки, кажется, такие не примеряла. В полосочку мой размер. Вот еще главное свой размер отыскать. Вот взяла их на примерку. Найди, в общем, у меня всегда челлендж. Найди что-нибудь новенькое еще из своего размера, чтобы понять, как это садится в твоем размере, чтобы вас сориентировать потом по размеру. Что многие пишут, что не могут понять, какой один из двух размеров. Это я. Привет. У меня сегодня Total Black. Total Black Look. Так, это платье мы мерили. А, вот, подписчица говорила про вот такое, кажется, бомбер. Она сказала, во всех цветах примерили бомбер. Там серый я примеряла, еще что-то я примеряла. Серым, да, кажется, у меня есть еще. И вот черным нет. Кажется, она его имела в виду. Сейчас обязательно его примерю. Очень симпатичный, тоже без подкладки он. Штикл сейчас вам покажу. Так, на мне смотрится в S-размере, чтобы вы ориентировались по размерам. Но не самый маленький, еще есть XS-размер. Но в S-ке, я думаю, нормально сел. Если хотите по оверсайзни, конечно, в M-ке лучше брать. На наши параметры, такой средний рост. Даже хорошо смотрится с мини вот этим, с этой мини-юбкой и мини-шортом. У меня все вместе, в общем. Потайные карманы, говорю, пуговицы, крепки у него. В общем, очень мне понравился этот бомбер. Советую кукупочке или вишлис добавить. И ждем скидок вместе. Смотрите, вот это платье, видео на сайте. Сочетают его. Вот как раз мой размер есть. Вот так вот и возьму их с водолазка. Водолазка очень тактильно приятная. Прям потрясающая. Комплект этот примерим обязательно. Надо найти прям что-то интересное на примерку. Мне, конечно, просили еще какие-нибудь такие базовые. Ну вот эту водолазку уже взяла. Там еще какие-нибудь лонгсливы посмотрю. Сказали какие-нибудь базовые вещи примерить. Кардиган, наверное, какой-нибудь возьму. Вот этот зеленый мне привлек здесь косичку. Но он такой яркий сильно. А вот этот цвет такой более благородный. Кардиган возьму. Вот этот размер нормальный. Он один остался. Значит, расхватали его. Надо взять его на примерочку. Есть еще такие вельветовые штанишки. Но там размеров не оказалось маленьких. Поэтому не стала брать. А так бы такой, знаете, в зеленых оттенках лучок бы собрался. Ну, разобрали. Тепленькие, конечно, брючки. Вот такой вот есть. Вот этот лонгслив я возьму, например. Очень тончайший, приятный. Вот так вот с платьем сочетаются. Открытая спинка. Слип дресс такой есть. Вот как раз маленький размер кофточки есть. И платье сейчас я вам покажу. Вставлю обязательно картиночки, как всегда, как это смотрится на моделях. Мне тоже всегда интересно посмотреть, как я там в примерке выгляжу, и как вот вообще это на моделях смотрится на сайте. С чем сочетают, например, в те или иные брюки или юбку. Тоже интересно посмотреть. Такое, значит, платье есть синее. Максимо вот можно такие элегантные платья взять. Ну, какое-нибудь мероприятие, знаете, такого. Характера, это как на какое-то мероприятие по работе, например. Такие топы есть. Атласные. Красиво так с блузой тоже смотрится. Симпатично. Кто не любит руки оголять, мне кажется, с блузой нормально такие вот топы носить. Блузка тоже такая потрясающая, тоненькая, классная. Так, вон, нашли для этих слим-дрессов. Там у меня все попадало, пришлось ее поднимать. Так, этот бомбер мы вмерили в каком-то вложике. Если что, найду, прикреплю ссылку. Юбочка сатиновая появилась. Я не знаю, возможно, она из вискозы. Хорошего тоже силуэта. Похоже на юбочку по крою, которую в зале примеряла в цвете бордовом. Жилет нашла вот интересный. Здесь будет маленький. Ну, нашла его в эске только. Видимо, в эксцесс уже разобрали. Возьмем его на примерку, этот жилет обязательно. Тут что у нас новенького есть? Вот такие вот брюки. Кажется, я синие мерила, а вот черные не мерила. Кроссовки мы эти видели. Вот эти вот черные с напылением. Я же все в поисках этих кожаных штанцов. Я думала, ну, просто многие писали, что там колени вытягиваются. И Массима тоже вытягиваются. Кто-то говорит, что не вытягиваются. Ну, вот есть вот по форме мы такие белые брюки примеряли. Я поняла, что у них крои одинаковые, но они с напылением идут. Ну, такой, знаете, эффект может быть со стороны под кожу будет. Сапоги жакейские в Массиму уже все разобраны. На сайте тоже уже не купишь. Которые вот коричневые примеряла. Маленьких размеров уже нет. Только в одном остались размеры, они в 37-м. Черные сразу у нас распродались. Ну, и в Заре тоже ушли все эти сапоги жакейские сразу. Но я взяла другую модель, которая была в наличии. Правда, размер немножко на один большеват. Но я вам покажу сейчас примерочно, как они на мне смотрятся. Так, решила вам тут поближе показаться. Я уже набрала брюки. Свой Total Black Look показываю. Так, вот такой еще бомбер нашла. Такой оливковый серый. Больше серого, наверное, там. Ну, так он как-то, или так его положили, так, после примерки. Не знаю, почему так лежит. Давайте посмотрим, что у нас по обуви. Вот этим перемирянием. Вот это что-то новое. Со множеством шнурков всяких. Ремешков. Переплетением ремешков. Такие вот есть новые. Ботиночки такие видели. Кажется, все видимо. Сапожки такие, меривая. Приветствую всех уже из примерочной. Пробежалась по залу. Немного прям таких новинок. Но есть, конечно, постаралась, вот знаете, честно, старалась найти дубленки эти, но никак не нашла. Надеюсь, в следующем вложике они появятся в другом магазине. Обязательно примерю. Поэтому не все заказы выполнила, но, надеюсь, в следующий раз побольше заказов выполню, конечно, по примеркам ваших, по вашим заказам. Благодарю всех за подписку, за лайки, за обратную связь. Прямо у нас, я говорю, выстраиваются такие приятные диалоги. Очень вы меня все мотивируете. Спасибо вам. Что про мой образ? Total Black. Пальто такое, мужского кроя такое. Зары. Сумка MASH. И вот одела свои твидовые шорты, наконец. Я покупала их давным-давно. Водолазка H&M у меня. И вот эти сапоги, которые я все-таки купила в Заре, в Ханшатыре. Вот был размер 36. 35-го не было в наличии. Я думаю, ладно, там стельку положу, носок надену. Взяла их, в общем. Так что они еще есть на сайте. На сайте был 35-й, но я сразу же хотела купить. Поэтому думала, что разберут. И поэтому поторопилась и взяла в 36-м размере, что было в наличии. Еще хотела сказать о том, что в комментарии такое было под последним видео. Из Массима, кажется, или из Зары. Девушка написала, что она смотрит меня из Греции. Мне так стало интересно. Пожалуйста, напишите, кто из какого города меня смотрит. Посмотрим географию зрителей, подписчиков. Я не знаю, делитесь обязательно в комментариях, с какого города меня смотрите. Очень было бы приятно. И если что, ждите меня в гости. Шучу, шучу. Вы приезжайте. Если будете в Астане, обязательно пишите мне. Вот. Ну и все в Казахстане гостеприимные. Так, вот водолазку. Оказывается, она была вот так сразу. Комплектом я взяла ее. Но она в водолазковом размере. Вот платье в эксцессе. В водолазка большевата будет, конечно, по межку. Я не думала, что они так вот сочетать будут неправильные размеры. Так. Вот эту кофту взяла в эске. Вот этот лонгслив тончайший. Не смогла удержаться. И взяла его тоже у меня в эске. А юбочка. Юбочка была в моем размере, в самом маленьком эксцессе. Поэтому я ее взяла. Думаю, надо, значит, примерить. Для элегантных образов вот этот жилет. Вот этот жилет нашла только в эске. В эксцессе, видимо, кто-то уже купил. Не было на примерку. Дальше у нас вот такие вот брючки. Они тоже были в моем размере, 34-м, думаю. Поэтому, значит, судьба примерить их. Дальше вот эти вот брючки, которые с напылением идут. Модель тоже посмотрим. Правда, примерка будет на колготки. Не знаю. На колготки всегда брюки плохо садятся. Я это знаю. И джинсы как-то собираются. Ну ладно, примерим, как есть. И этот кардиганчик взяла. Он в эс-размере, кажется, был. Только один последний остался. Да, в эс-размере. Все мы будем примерять с такими вот божественными туфельками, как под Мэри Джейн стиль, да? Бордовый тренд сезона и этого, и следующего. Поэтому очень интересно будет все это оттенить и сочетать с серым и черным. Как раз вот бордо будет круто смотреться. Давайте начинать примерочку уже. Так, хотела вот показать вам образ свой. Пальто сняла. Как смотрятся вот сапоги вот эти. Так что, если вам понравились, как на мне сапоги смотрятся, вы еще успеваете их купить. На сайте они еще есть. Идут размер в размер. Лонгслив потрясающий. Тончайший, такой приятный. Возможно, вот видите, рукав так одевается через палец. Такая стильная. У меня водолазка тоже так же H&M одевается через палец. Потрясающий лонгслив. Такой серенький, чуть прозрачненький. С моей юбкой с шортами. Вот так, видите, сзади шорт, спереди юбка. Твидовые покупала, не знаю, сколько лет назад. Три года. Я их не носила, потому что в животе поправилось. И они очень жаль на живот. Поэтому сейчас же я похудела. Нормально сел. Вернулся. Полтора размера получается именно в животе. И все нормально, все садится. Ну да, коротковатый, конечно. Но я думаю, с сапожками это хорошо смотрится. И с длинным пальто как-то нормально это все. Выглядит мне не как-то вульгарно. Все, примеряю длинную юбочку эту. Надела туфельки. Очень красивые туфельки. Прям акцент такой. Симпатично все выглядит. Не знаю, мне понравился образ. Такой комфортный, элегантный. И даже можно так куда-то на какое-то мероприятие пройти. Тут у меня торчит аларм. Как будто хвост там сбоку вылез. Все понравилось. Как села юбочка. Как лонгслив этот. Вообще такое приятное. Его и как первый слой можно использовать. Ну и так же просто самостоятельную единицу. Не знаю, очень приятная ткань такая. Возможно, эксцесс надо было примерить. Так издалека смотрится. И туфельки такие акцентные. Потрясающие. Так что, кто хотел себе бордовые туфельки, в этой массе можете их прикупить. На скидках. Так, этот джемпер тоже мне понравился. У него такая отрезная, как видите, на талии полоса. Вот это интересно так вскроено. Тоже интересно так выглядит. Ну, на мой взгляд. Пишите тоже в комментариях, понравился ли вам джемпер. Он такой коричневого цвета. Но по цвету как бы комплиментарно к бордовому. Как будто вот с бордовой нитью он идет. Тоже такой уютный образ, симпатичный. Элегантный. Жилет на мне так смотрится. Жилет с брюками тоже примерю обязательно. Ну, он такой вот, да, немножко великоват. Но я его так именно хотела на голое тело. Можно, конечно, на лонгслив надеть. Черный или вот этот серый. Тоже будет интересный образ. Я так его вам примеряю. Как он смотрится без ничего. Ну, возможно, эксцесс был лучше сидел. Не знаю. Пишите тоже в комментариях, великоват он так. Или вот вроде как бы пройма рукава не сильно глубокая. Так, декольте тоже не глубокое. Вроде размер не такой сильно большой. Так, переходим к следующему. У нас вот это платье. Платье село потрясающе. Прям мой размер. Немножко, конечно, возможно, я бы белье одела с высокой талией. Чтобы вот живот немножко подтянуть. Вообще его убрать. Потому что, ну, при таком освещении, конечно, живот выделяется. С вот этой водолазкой тончайшей тоже хорошо смотрится. Она немножко еще там торчит, выпирает. Ну, можно ее там нормально поправить. Мне кажется, нормально было бы. Просто своего размера еще водолазку нужно брать. Она в рукавах такая широковатая. А так водолазку тоже такую советую взять. И с джинсами ее носить. Она еще в нескольких цветах белых, кажется. В белом цвете есть. Поэтому можно брать смело. Очень-очень приятное. И платье мне понравилось. И вот такая многослойность мне понравилась. И как сочетается с туфельками. Мне понравилось по цвету. Что туфельки здесь такие акцентные. И так вот можете издалека посмотреть, как это все выглядит. Мне понравилось платье. Такое не сильно, знаете, пышное. Но при этом как-то подчеркивает талию. Бедра так подчеркивает. Так, в общем, кардиганчик такой зелененький. Скоро у нас ничего зелененького, кроме елок, не будет попадаться. Знаете, чтобы глаз у нас радовался, можно добавить самим этого зелененького цвета. Брючки. Ну, видите, на колготке они так морщинятся. А так модель такая же, как и в белых брюках, которые вот так удачно сели. Они не сильно зауженные. Но такие. Ну, дудочки, да, они так называются. Но не сильно зауженные они. Можно сказать. Нормально, актуального кроя. Многие сейчас скинни такое не носят. Но такие, я думаю, можно купить, одеть. Если вам еще подойдут, подходят по длине, мне кажется, нормально. Я бы такие купила. Подумаю. Я еще белые хочу купить себе или вот такие, или в темном цвете. В темном цвете, как брюки, они тоже идут. В общем, запутала вас. Ну, вишли составляю себе на скидках, что купить. Надеюсь, там скидка будет приличная. Так смотрится с жилетом. Вот я не знаю. Жилет вы тоже пишите. Смотрели ли примерку жилета в Заре? Ну, он там стоит, конечно, дешевле. Немножко короче он. Ну, и там декольте такое по закрытии идет. Я бы его, наверное, лучше купила. Не знаю. Массимо тоже стильный такой жилет. Ну, там ткань, состав, конечно, ткань совсем разная. Вот тоже так смотрится хорошо с брюками. Вот с этими брюками так уже похуже смотрится. Потому что эти брюки, они немножко небольшеваты. Немножко спадали. Не так хорошо на бедрах сидели. Вот эта резинка, вот как-то она, не знаю, непонятно. Она немножко спадала, в общем. Поэтому немножко большимерят они, мне кажется. Если будете брать. Ну, учтите этот момент. Это XS. А, это в 34-м размере. Вот они с меня спадали. А юбка сидела потрясающе, например, в 34-м размере. Так что вот жилет вот так вот выглядит. Ну, тоже, знаете, на какое-то мероприятие вот так брючки. Можно широкие одеть брючки. Вышел, на какую-то презентацию пошел с этими туфельками. Мне кажется, нормально. Это более понятный образ. Не могла не посочетать с брючками этими. Вот так вот немножко спадают. А шлевок нет, поэтому ремнем это не закрепить. Вот тут они как-то вот на талии плохо держатся, в общем. Ну, вот, возможно, еще так не очень сидят, потому что на колготке примеряю. Вы же знаете, когда на голые ножки примеряешь, там ничего не цепляется. И все так ровненько с ней спадает. Вот так вот. И все нормально. В общем, это был заключительный образ. Надеюсь, с вами провели время и приятно, и полезно. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой инстаграм. Там можно в быстром доступе найти те самые образы, которые вам понравились. Посмотреть артикулы, все это освежить в памяти, как это смотрелось. Также подписывайтесь на канал, потому что я делюсь находками, новинками еженедельно. Все у нас по графику выходят видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.